Дорогие родители, всем здравствуйте! Сегодня я хочу затронуть очень важную тему для каждой женщины, в принципе, для каждого человека. Сегодня будем говорить о том, что такое баланс четырёх сфер жизни. Когда у нас рождаются дети, мы забываем о том, что мы женщины, о том, что мы, возможно, какие-то специалисты в работе, о том, что мы спортсменки, творческие личности. Мы переключаемся на нашу главную роль – мама. Очень часто мы забываем о том, что мы жена, женщина, любовница для своего мужа, друг, который может поддержать. Естественно, всё это уже делает определённые смещения в балансе четырёх сфер жизни. Чем это чревато? Тем, что какое-то количество времени человек может быть в одной роли, но рано или поздно, если роли не меняются, если человек постоянно находится в одинаковом состоянии, ему это всё наскучивает, происходит взрыв, у мамы происходит взрыв, и она говорит, всё, мне это всё надоело, я хочу заниматься чем-то другим, мне хочется чего-то другого. И очень часто слышу истории, что мамы в декрете, у них начинают происходить какие-то изменения внутри, им это всё надоедает. И, казалось бы, ты должен чувствовать радость от того, что ты находишься в декрете, но многие из нас не могут наслаждаться этим процессом, потому что их всё это напрягает, что одна роль, и из этой роли невозможно выйти ни утром, ни днём, ни ночью. То есть, 365 дней в году, каждый день мы в роли мамы. И что ни говори, естественно, какие бы замечательные мужья у нас не были, они не снимают с нас полноценные задачи по уходу за детьми. Получается, что даже когда выходит женщина на работу, она всё равно частично занимается детьми больше, чем мужчина. Ну, это в общей статистике всех ситуаций. Бывают, конечно, везде исключения, но если говорить про общую статистику, то это именно таким образом. О чём хочу сегодня вам сказать. Для того, чтобы чувствовать себя полноценно, вы должны менять роли. Вы должны быть и мамой, и женой, и любовницей, и спортсменкой, и специалистом в каком-то направлении. Именно это даёт вам вот это внутреннее ощущение гармонии и наполнения удовольствием того, что вы такая, такая и такая. Естественно, если у вас всё время, вот для мам с детьми первого года жизни, практически всё время, 80-90% времени занимает ребёнок. Важно помнить, что, естественно, у вас должно быть время на себя, на какое-то занятие спортом, на тренировки или дома, или в фитнес-клубе, или в спортзале, неважно, в зависимости от того, что любите вы. Естественно, у вас должно быть переключение, отдых, развлечение, когда вы чувствуете полноту жизни, яркость в своей жизни. Естественно, у вас должны быть свидания со своим мужем, потому что очень часто после рождения детей начинается кризис, да, ну, он практически у всех начинается, больше, меньше, но это кризисное состояние у семьи, потому что меняются роли, мы должны перераспределить эти роли, мы меньше времени можем уделять друг другу, и, соответственно, всё это негативно влияет на наше непосредственное отношение в паре. Соответственно, не забывайте и об этой роли. По поводу самореализации, по поводу того, кто я такая. Естественно, можно положить всё время, всю жизнь, все часы своей жизни на то, чтобы развивать и развивать и развивать ребёнка, его воспитывать, развивать и так далее. Но в данной ситуации вы сливаетесь с ребёнком, и эта медвежья услуга непосредственно ребёнку. Потому что когда мы столько времени, сил и внимания вкладываем в наших детей, мы к ним выставляем повышенные требования. Вот я тебе то, значит, ты должен мне обратно. Вот я в тебя вложила всю свою жизнь, я на тебя потратила всю жизнь. И если ребёнок, например, в какой-то период времени не отвечает, например, на те требования, которые мы ему выставляем, то мы начинаем расстраиваться, разочаровываться. Я ему всё отдала, а он вот неблагодарный. И часто такие истории мы можем услышать. Поэтому важно понимать, что нельзя погружаться с ног до головы только в ребёнка. Дети – это счастье. Дети однозначно это очень важный элемент для каждой женщины. Но если вы забываете о том, кто я, какие мои таланты, то вы фактически пытаетесь реализоваться через ребёнка. На нём реализовать свои какие-то мечты. Лучше вспомнить то, в чём я талантлива. Понять, какие мои сильные стороны, что я любила делать ранее. Какие у меня сильные стороны, которые я бы могла развивать, пока я в декрете. Возможно, в период декрета вы прислушаетесь к себе больше. Потому что гормоны в этот период времени заставляют нас быть более чуткими к себе. Заставляют нас лучше слышать свои желания, потребности. Потому что ранее мы были в колесе. Работа, жизнь, активность. И тут нас как бы выкинуло из этого колеса. И у нас есть время подумать. Время расслабиться. Время переключиться на что-то другое. Попробовать себя в новой роли мамы. И так далее. Но не забывайте о своих талантах. Потому что в противном случае у вас будет внутреннее состояние истощения. Пустоты. Вроде я для кого-то существую. Но при этом меня как таковой нету. Держите баланс в четырёх сферах жизни. Естественно, быт это тоже такая важная вещь. Которая высасывает много нашего времени. Сил, ресурсов. И в конце дня женщина, которая занимается целый день бытовыми задачами. Она уже просто очень уставшая. У неё нету сил. Она чувствует, что она в каком-то колесе в день сурка. Колесе, по которому она бегает. Каждый день одно и то же. Одно и то же. И по итогу дня вы не можете посмотреть, а что я сегодня сделала. Ну, помыла пол. Приготовила. Помыла. Что-то ещё сделала. Но при этом нету того, что я люблю. Нету того, что мне нравится. Естественно, мы уже будем скоро разбираться на тренинге более детально. С тем, каким образом организовать и оптимизировать быт. Каким образом найти свои таланты. Потому что в каждой из нас есть свои таланты. И 80% людей, они живут очень странным образом. Они плывут по течению. Они плывут туда, куда их колыхнёт. И в такой ситуации, знаете, если нету цели у человека, это всё равно, что лодочка посередине океана. Она просто вот плавает где-то в одном месте. Если она не возьмёт цель на какой-то остров, на какой-то материк, то она вот так вот всю жизнь будет болтаться. Непонятно где, непонятно как. Прислушивайтесь к себе. Записывайте свои желания, свои мечты, свои какие-то сильные стороны. Развивайте их. Потому что у вас есть какие-то определённые таланты, про которые вы, может, забыли. Возможно, просто никогда не прислушивались к себе. Потому что нас с детства приучали, что внутренний голос, он не обязательно важен. Делай то, что нужно, а не то, что хочется. И очень часто мы повторяем такую ошибку со своими детьми. Мы, например, докармливая ребёнка с ложечки, мы забиваем его внутренний голос. Внутренний голос говорит, я уже наелся, я не хочу. А мама с ложечкой говорит, за папу, за маму, самолётик полетел. Отвлекает ребёнка. И получается, что мы заговариваем его, обманываем внутренний голос и говорим, что кушай ещё. Несмотря на то, что тебе не хочется. Мы говорим детям, что не плачь, будь культурным мальчиком, девочкой. Мы не выслушиваем их чувства. Мы даём понять, что те чувства, которые ты чувствуешь, они не являются нормальными. С тобой что-то не так. И ребёнок начинает обзаводиться комплексами того, что что-то со мной действительно не так. Всё это негативно влияет на внутренний голос, который притупляя, мы потом не слышим, чего мы хотим. Может быть, я в детстве была хорошей художницей, и я могла бы развивать этот талант, но мне сказали, что иди, например, учиться на такую-то специальность. Я не говорю конкретно про себя, я говорю про ситуации, которые часто слышу. Кто-то сможет отстоять свою точку зрения. Вот как у меня подруга, её отправляли в медицинский, и она пошла на дизайнерский. Она действительно очень талантливый дизайнер. Она не дала себя переломать, она нашла свой талант и нашла то, что она любит делать. Когда человек делает любимое дело, естественно, его это вдохновляет, мотивирует, он этим горит. Это получается очень здорово и даёт очень классные результаты. Поэтому, дорогие мамы, прислушивайтесь к себе, к своим талантам. Не забывайте, что вы в первую очередь женщина. Красивая, яркая, интересная. Вспомните себя до того, как вы вышли замуж, да, какой вы были. Весёлая, лёгкая, классная. И очень часто, уже выйдя замуж, родив ребёнка, мы становимся тяжёлыми в плане там на подъём, никуда не можем выйти, не хотим никуда выйти, ничего не хотим делать, не меняем. И как бы вот эта трясина бытовая, да, она нас затягивает. Не позволяйте этой трясине проникать в вашу жизнь, потому что вы можете выстроить такую жизнь, которую вы хотите, которой вы достойны. Ту яркую, интересную, увлекательную жизнь, которую каждая женщина может для себя создать. Я верю, что у вас всё получится. Встречаемся с вами очень скоро на интенсиве. Буду делиться с вами полезными инструментами тайм-менеджмента, организации быта, поиска себя, построение отношений с мужем после рождения ребёнка и многие другие интересные вещи. С вами была Елена Антонюк. Встречаемся уже очень-очень скоро.